Все ближе и ближе к нам подбирается то самое будущее из фантастических фильмов. Технический прогресс шагает настолько семимильными шагами, что порой за ними банально сложно уследить. И конечно же инновации не обходят стороной мотоиндустрию. Сегодня мы расскажем о самых интересных и перспективных технологиях будущего двухколесной техники. Хонда не так давно представили технологию Райдинг Ассист, позволяющую выгуливать вашего двухколесного друга. Так ведь действительно складывается впечатление, что ваш мотоцикл ожил и преданно следует за вами. На самом же деле технология создана для избежания падений водителя на малых скоростях. И позволяет мотоциклу твердо и уверенно держаться на ходу даже без помощи самого пилота. За равновесие отвечает специальный компьютер, который поворачивает руль в разные стороны. В момент активации устройства специальный механизм увеличивает угол наклона вилки, облегчая работу балансира. Главным плюсом технологии от Хонда является отсутствие в конструкции механизма тяжелых гироскопов, способных испортить развесовку и общее поведение мотоцикла на дороге. Демонстрация технологий дает понять, почему компания вкладывает огромные деньги в такие проекты, как Asimo и Unica, позволяющие разрабатывать новые, уникальные и действительно нужные технологии, которые рано или поздно становятся доступными в потребительских продуктах. А способность мотоцикла самостоятельно передвигаться на скорости до 5 км в час – особый кайф. Если же вы устали после рабочего дня и совсем не желаете выгуливать вашего питомца, а техника, как известно, должна ездить, то специально для вас компания Маха разрабатывает робот-автопилот по имени Мотобот, который на треке вполне возможно совсем скоро догонит самого Валентина Росси. Серьезно! Во время трекового заезда Мотобот прошел круг за 1 минуту 57 секунд. Правда, этот же трек The Doctor проехал на 32 секунды быстрее, так что команде еще есть на чем поработать. Мотобот – не виртуальный помощник и не автопилот. Он не умеет ездить по незнакомым дорогам и распознавать пешеходов и знаки. Он разработает исключительно для гонок и знает только свою трассу. Своё местоположение он определяет при помощи встроенных датчиков GPS с кинематикой реального времени и по прямой способен разгоняться до 200 км в час. Интересно еще и то, что мотоцикл у робота совершенно обычный, не модифицированный, отличается только сам водитель. Он обрабатывает поступающие с сенсоров данные, поддерживает равновесие мотоцикла, ускоряется и тормозит, параллельно оценивая факторы дороги, сопротивление воздуха и торможение двигателем. Также при этом способен удерживать баланс на скорости не ниже 15 км в час. А вот в компании Kawasaki решили позаботиться о людях, которым не хватает общения. Зеленые активно разрабатывают искусственный интеллект, который будет натурально общаться с пилотом наподобие яблочной Siri. Но не просто общаться, а всячески помогать водителю сохранять полный контроль над мотоциклом во время движения, следить за его уровнем внимательности и даже больше. Голосовой помощник будет сообщать о состоянии двигателя и шасси перед каждым выездом на дорогу. Также давать вам советы в городском трафике. К примеру, если вы хотите проехать следующий светофор на зеленый свет, то будьте добры, сбросьте скорость на 10 км в час. А еще может предупредить об автомобиле, находящемся в буквально слепой зоне. На открытых же участках искусственный интеллект предложит вам использовать весь потенциал двигателя последствием смены режима работы. При этом предупредит в случае резкого поворота и посоветует интенсивнее работать тормозами. А еще посмотрит прогноз погоды, предложит режим дождя и так далее. Пока не разглашается, каким образом это все будет синхронизироваться и работать. Но выглядит как минимум круто. А для любителей закладывать мотоцикл до лоусайда, компания Bosch разрабатывает экспериментальную технологию, которая поможет избежать падения в похожих ситуациях. Для выравнивания байка инженеры предлагают использовать струю газа, выпускаемую под большим давлением. В случае, если мотоцикл начнет терять сцепление с дорожным покрытием, срабатывают специальные датчики, которые оповестят об этом систему. В этот момент из специального сопла система выбросит струю сжатого воздуха. И благодаря обратной тяге колесо вернется в нужную траекторию для выравнивания мотоцикла. Предложенная немцами система выглядит очень многообещающе. Однако разработчики признаются, что на данном этапе система не идеальна и они не могут гарантировать ее бесперебойную работу. Поэтому неизвестно, когда такая система появится на рынке. Известно, что она будет работать по принципу подушки безопасности в автомобиле. Это значит, что ею можно будет воспользоваться только один раз. Затем нужно будет снова закачивать воздух в газовый баллон. А вот баварцы решили перепрюнуть всех, заявив, что благодаря технологиям, использованным в концепте Моторад Вижен Некст, защитный костюм и шлем вам больше не понадобятся. Они не видят в них надобности. Компания BMW представила концептуальный мотоцикл, посвященный столетию марки. На нем немецкая компания показала, как может развиваться дизайн ее мотоцикла в следующие 100 лет. Концепт Моторад построен вокруг треугольной структуры, внешний вид которой дизайнеры постарались максимально приблизить к первому мотоциклу BMW R32 1923 года. Большинство элементов, например сиденья и обтекатели, сделаны из карбона. Гибкая рама Flex Frame является единым элементом и объединяет оба колеса. При разгоне жесткость рамы увеличивается, поворот руля меняет геометрию мотоцикла, направляя его в нужную сторону. Выдвижные цилиндры из алюминия улучшают аэродинамику и защищают ноги от ветра. Движение концепт приводит электромотор, но его мощность не называется. Бортовая электроника реализована по принципу дополненной реальности, а для мотоциклиста предлагаются очки с проекционным дисплеем и специальный костюм, который может охлаждаться или обогреваться в зависимости от погоды. Кроме того, костюм вибрирует, когда угол наклона становится опасным. К счастью, в отличие от трех концепт-каров серии Vision Next 100, мотоцикл оказался не автономным. Вернее, не полностью автономным, он лишен способности передвигаться самостоятельно. Однако с помощью ассистирующих систем контролирует действия пилота, исключая все аварийные ситуации вплоть до опрокидывания. Более того, водителю нет надобности иметь навык балансировки. Даже неподвижный мотоцикл способен сохранять вертикальное положение. По-видимому, с помощью гироскопов. Плюс к тому, концептуальный мотоцикл начисто лишен подвески. Ее функции выполняют шины, которые могут приспосабливаться к любому типу дорожного покрытия. По словам Эдгара Хайнриха, главы дизайн-студии отделения BMW Motorrad, это всего лишь видение свободы, которую мотоциклисты приобретут через несколько десятилетий. Вопрос лишь в том, понадобится ли байкерам будущего подобная свобода. А теперь просто представим все это в одном мотоцикле. В мотоцикле будущего, где лишь при возникновении мысли о лайке под видео, ваша рука уже автоматически это сделала.